МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал дискуссии на концу падения выборчих кампаний 2020 года. Размова об этом шла сёння на сустрече с керавником Палаты представников национального сходу Владимиром Андрейченком. Нагадаем, и президентские, и парламентские выборы выпадают прикладно на один час. Центр выборкам ранее заявлял, что треба переносить одну кампанию. Сёння Александр Лукашенко заявил, что улады не сбираются выкручваться у гэтым пытанни. Как только кончатковое решение будет принято, а в терминах обе двух кампаний и органы улады, и жадающие стать кандидатами, доведаются с заходом. Выники минулого года и задачи на 2018. На сёняшнем посаджении Гомельского облаканкама разлежена ситуация у экономицы региона. Загученной информацией ознайомились наши корреспонденты. Амаль – 80 миллионов долларов притягнутых инвестиций. Больше, как 5000 прасовных мест на новых вытворчастях. Рост экспорту товаров амаль на 25% и станучая сальда з внешнего гандлю. Показчики, які яшов пошатку минулого года сдавалися проблемными, оказалися выканальными и навыц перевыкананными. Бадай самый основный, валовый региональный продукт, який найбольш полно адвустровывает ситуацию у экономицы – 103%. Гэта амаль на 1,5% больше, чем плановалося. Чтобы люди понимали, что такое валовый региональный продукт – это прибыль предприятий, это заработная плата нашего населения, это налоги, которые уплачены нашими организациями. И вот это все выросло у нас на 3%. В этом году планы еще более значные. Досягать их меркуется як по распространению инвестиций и открытию новых предприемств, так и с меньшением дебиторской запозиченности. Особливая увага – оптимизация внешнеэкономичных разликов и вертанию валютной вырушки. Есть резервы и у аграрным секторы. Рост объема у сельскохозяйственной продукции больше, как 104%. Так само – больше запланованного. Але это среднеобластный показчик, у некоторых районах чекаемого не досягнули. Валовая добавлена стоимость 107%, в плане 102. Ну и в итоге область заняла по сельскому хозяйству второе место в республике. Так я думаю, что есть недоработки, но надеим мы работаем, чтобы еще этот показатель закрепить. Во час посаджения облвыконкамы анализуется литерально кожная позиция и робятся выводы. Необходно протягнуть работу по скорошении колькости стратных предприемств, узмаснить контроль за реализацией инвестпроектов, скорошать выдатки на вытворчасть и реализацию продукции. До 9 лютого выники социально-экономичного развития будут разгляджены на голеновых коллегиях и посаджениях райбыконкамов. С протягнением кировников, которые не забеспечили выполнение прогнозных показчиков до дисциплинарной отказности. В минулом году экономичный комплекс Гомельской области у Беларуси был сярод лепших, але гэта не подстава для супокоения. Все пока складывается хорошо. Как будет дальше? Ну, посмотрим, надеемся сегодня, рассматрив итоги и наметим какие-то задачи. Есть такая уверенность, что Гомельщина сработает не хуже, чем в прошлом году, и даже лучше, потому что темпы совсем другие, нужны для экономики страны. В том числе и для Гомельщины. Будут расти и заработные платы, и денежные доходы населения. В меру этого будут расти и товарооборот. Поэтому, ну, посмотрим, как будет складываться дальше. Олеся Нечурова, Вольга Коновалова, Валерия Гапанько, Дель Радо, компания Гомель. У опошнюю неделю студене науковая громадскость нашей краины урочисто отзначает День беларуской навуки. На передании профессийного свята выники работы за минулый год подвяли и в Гомельском державном университете имя Сухого. Над чем працуют сегодня молодые науковцы, ведая Ганна Каральчук. Новиковые супрацовники университета, выкладчики, молодые ученые и студенты представили выставу своих самых значных и цековых распрацовок. Среди них, например, вынаходництва нового склада порошков для обновления худкозношуемых деталей, которые имеют практичное применение у нафтоздобывающей промысловости. Зараз университет обновляет по властной технологии и поставляет комплектующие для вытворчого объединения Беларуснафта. Энергетичный факультет працует над повеличением эффективности выкрастания энергии у системах водозабеспечения. Эта методика оценена на республиканском узровне и рекомендуется для применения в других регионах. Одна из самых знакомитых теоретичных работ – доследование властивости у Базона Хиггса с допомогой от дронного коллайдера. Этими исследованиями занимаемся давно, не только посвященные исследованиям Базона Хиггса, а вообще поиску новой физики на вот этих вот ускорительных комплексах, которые создаются по всему миру. И в нашей лаборатории разработан целый ряд методов, которые позволяют обнаружить и идентифицировать новые частицы взаимодействия в экспериментах, помочь экспериментаторам правильно поставить эксперимент, спланировав те или иные его параметры. А кроме того, на урочистом сходе уручили дипломы переможцам агляда конкурсу «Навуково-доследствие и инновационные деятельности». Узнагородами отзначены машинобудовничий факультет, кафедры гидропневмоавтоматики и материалознавства. Захвочены так само шарах молодых навуковцев. На мероприемство запросили и школьников, які сами праздникальки годов будут робить навуковые выноходницы у стенах университета. Им постарались показать и расслумажить, что популярная сегодня АйТи – это не только личбовые технологии, а и разумная техника и новоштучный интеллект для машинобудования. Внедрение этих технологий в машиностроительный комплекс – это не означает, что у нас машин не станет, а будут одни компьютеры. Это означает, что у нас будут умные машины. И управление этими машинами, в том числе машинами сельскохозяйственными, машинами автотранспортными, тракторами и так далее, они будут уже управляться интеллектуально и иметь искусственный интеллект. Вот в этом направлении надо двигаться. Ганна Кральчук, Валерия Гопанько, телерадоакомпания «Гомель». 10 проектов «Толиновитой молоди» Гомельской области стали переможцами областного этапа республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Представники навуковой, студентской, працованной, супольности и школьники представили на суд журы 28 авторских проектов. Традицинность родлевших, техничные распроцовки. У их лику – ошейник для пошуку хатних живел, портативная прилада «Help me» для автоматичного выклику экстренных службов, фрезерный станок с личбовым керованием, проект «Разумный дом» и 3D-принтер. У биоиндустрии перемог Дмитрий Захаренко с Мазыра, який вырошивает сенцы через шатага дуба с закрытой корневой системой у контейнерах. У номинации «Энергетика и энергоэффективность» отзначены шматслойные композиционные пленки для оптоэлектроники и солнечных элементов. У медицине проект «Симулятор-накладка» для тренировки навыков внутривенных инъекций и забору крови, яким уже крыстаются студенты медицинского университета. У социальной сферы назвали двух «Пераможцев». Проекты «Выучаем содружность разом» и «Нам завещана память» Берахчы. Далее «Пераможцев» чекает республиканский финал. Если брать за семь лет, это порядка восемь тысяч заявок поступало к нам, и более двух тысяч проектов из них за семь лет были реализованы в том или ином уровне. Наша задача – найти этих людей, помочь им дать дорогу в жизнь. Сёння Татьянин день. Азначают яго и в православном свете, и в студентском асяродзе. Об традициях свята и популярности имя Татьяна доведалися мои коллеги. Будучая святая Татьяна жила больше, как пунктары тысячи годов тому, у Рыме. Яна была деяканисой и просвещала людей у основы христианской веры. За яе ледь, доживши до 25-ти годов, уприняла покутницкую смерть. За помощью обучения к мученице Татьянине можно обращаться. Она занималась обучением людей. Она занималась катехизацией. То есть преподавала при храме закон Божий и готовила людей, которые собирались принять участие в крещении. Днем ее памяти церковь установила 25-х и студене. Знаковым фактом стало то, что ненавито в этот день, 262 годы тому, у России заявилась первая ВНУ. Дату ее заснования с тех часов студенты лечат своим святом, а святую Татьяну – заступницей. Правда, у нас сейчас про историю свята мало кто ведает. Сучастные студенты часто и не догадываются, что Татьяна – конкретная особа. Историчные известки, об якой заховались в православных текстах. Знаете, как-то никогда не интересовалась, но, мне кажется, после этого я пойду и узнаю. Это очень интересно на самом деле. Вот я и думаю, может, и знают, но далеко не все. Кто-то знает, кто-то не знает. В классе вешали шары и на доске писали всякие разные пожелания. Сегодня сессию закрыли, можно и это тоже отметить, и Татьяне на день тоже отметить. У нас одногруппницы были Татьяны, поэтому отмечали. Я думаю, это больше для студентов повод как-то повеселиться, собраться еще раз в компании, потому что особенно время сессии зимней. До речи для Гомелях традиции. У этот день стали доброчинные акции. Миновата 25-го студеня студенты могут бесплатно наведать каток. Все лето двери лядового палаца для студентов очинились у шесть вечера. А у всех Татьян чекали приемные сюрпризы. Цекало, что имя Татьяна, не глядячи на свое римское походжение, лечится традиционно русским. И оно расповсюджено в многих славянских краинах. На пику популярности у Гомельской в области было в 80-е годы минулого ста годзя. Тогда что год на свет в регионе заявлялось усярыт ним 300 Татьян. Правда, на початку 2000-х имя начало сдавать позиции. До приклада в минулом году у Дома грамадянских обрадов у Гомельского гарвы Канкама под этим имем зарегистровали усягу 10 девочинок. Все лето поколь не одной. Смотрит по святкам, смотрит сериалы тоже имена какие-то нравятся, называет очень часто. Как раньше называли, там честь бабушек, дедушек. Это, конечно, редко сейчас. Обычно у нас модные имена София, Анастасия, Екатерина. Дело все в том, что мы надеемся, что сегодня все-таки 25 января день, Татьянин день. Может быть, кто-то уже родится в этот день, и к нам попозже немножко придут родители и зарегистрируют ребеночка под этим именем. Прогадом специалисты означают, что мода циклична. И, как правило, праздники час, старые тенденции вертаются. Прогад тому старорусские имены. Махчима году Прос-15 Татьяна снова будет в лидерах. Лечится, что девчонка, которая народилась в этот день, будет доброй господиней. А имя Татьяна наделит ее организаторскими и творчими сдольностями. Прогад тому добровядомая жахарам в области Татьяна Ушакова. Ее голос наемы многим. Больше как 10 годов он заявляется визитной карткой радиостанции «Гомель-ФМ». Хочется сегодня поздравить всех моих тезок, всех Татьян с праздником. С Днем Татьяны. Пусть хранит вас ваша защитница. Пусть все удается, получается. Спиваются ваши желания и мечты. Главное – мечтать. Почаще, побольше. Все обязательно сбудется в этом году. И всех студентов, конечно же, тоже с праздником. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, телерэду, компания «Гомель». Увесцы Осаревича Брахинского района по зимовых улицах гуляе бусел. Правда, моцных морозов птушка не любит и хавается от иху будинку. Зато и в остатний час бусла, памянушцы буся, можно убачить и на школьном дворе, и на автобусном припинку. Увесцы побывал Олег Сенцерову. Белый бусел – один символ в Беларуси. У Осаревича, его в уголе можно сместить на вестковом гербе. Ранее гнезда этих птушек тут вылечались десятками, але лето сих койкость скоротилась. На думку мясовых же хоров, пауплывала засушливая на дворе. Калежаб, якими кормятся птушки, стало значно менш. По этой причине некоторых птушенят дорослые буслы почали выкидывать с гнездов. Верогодно так на земле оказалась и эта бусляня. Але увыннику ему еще штаки пошанцевала. Надо помогу пришли люди. И хоть самостоинно забывать корм бусел, який отрымал мянушку буся, не научився. Але свои гастрономичные схильности мая. Ловили мы лягушек и запускали в тазик. А с тазика он уже доставал ел. А так покупаем рыбку. Мойву, хлеб, ест иногда по чуть-чуть. А так покупаем рыбку, печенку куриную. То есть сердце куриное. Вот такое ест. Ирина Сафронова, у якой поселився бусил, каже, что вельми спадзевалася в осенью бусе. Разом с іншими птушками накеруются в теплой краины, але по неких причинах гэтага не здарылся. Обмежавание у местовой жахары птушцы не створают. У любых моментах она може полететь куды захоча, але за доходом морозов такого ожидания бусе не выказывая. Бусил помянут, что бусе живе аккуратненько. Правда, с гэтыми птушками он не сябруе. Куры его боятся и близко подоходить не разыгруют. При плюсовых температурах бусил, звучайно, здесняет подороже повезцы и яеного коле. Причем, когда дорога, где птушку частуюсь автомобилисты, она рухается выключена по обочине и николе не сварая правдям водителям. А про чатаго пастух вязковцев бусил неким чином ведает расклад руху автобусов и часто прилетает на припынах, где так само можно отремать ежу. У вогулю гэтую птушку можно убачить усюды. Зараз гэтабадай самый знакомитый жахар вязки Осаревичи. Путешествую у нас в пущую деревню. Бываю на ферме или магазина. Тут авталавка останавливается, около авталавки. На гнезда садится, до школы летает, с детьми там любит, самобаловаться. Люди вообще его любят, жалеют, короче, кто подкармливает по трошку. А так он дружелюбный, не бежит никого. Не глядячи на всенародную любовь, вязковцы спадяются, что летом бусил все ж таки долучится до своих сородичев. Головные копьяны прилетели в Осаревичи знов, бо колькась их гнезда ускорачается. Усувези с тем, что буслы часто становятся причиной аварии на электросетках, и при этом гинуть сами, зараз у вязцы почалась установка новых электричных опор. Местовые жахары кажуть, что смогли б зарабить гнезда для птушек и на таких опорах, але усе ж таки хотели б узгадить гэтае пытание за энергетиками. Меж тым за ситуацией сочыць у тымнику и собака-дружок, якого некалі привезли у вязку, а потом кинули господары с города. И он таксамы значил притулок у вязковцев, а тому верыць, что добрых людей на свете шмат. Далее у эфиры де-факто и спортивные огляда. Я с вами развитвуюся. Доброго вечера и до новых сустречу эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Спасли от ледяной воды и от горячей. В регионе экстренные службы поработали на славу. Накануне вечером в Реческое рай подразделение МЧС поступило сообщение о задымлении и затоплении котельной в частом доме. Звонила ребёнок. Здравствуйте. У нас там дома котельная. Там вода уже течёт. Что ты там в котельной видишь? Ты мне расскажи, что у вас в котельной. У тебя там дым, у тебя там огонь. Там вода течёт. Папа отключил там. У тебя даже много. По прибытии на место работники МЧС выяснили, что в помещении котельной произошёл порыв трубы. Горящая вода хлынула из системы отопления. К дети, к счастью, не пострадали. Девочка-школьница вместе с младшим братом ожидала спасателей на улице. Как сообщили в МЧС, один из родителей на момент аварии находился в доме в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мама узнала о случившемся от спасателей. События застали её на работе. Тонкий лёд на Ипуте чуть не забрал жизнь молодого человека. Крики о помощи спасатель Добрыжской станции «Освод» услышал во время утреннего обхода. Найти пострадавшего помогла местная собака. Молодого человека быстро достали из полыни и отнесли на спасательную станцию, откуда его и забрали медики. В ходе беседы с потерпевшим было выяснено, что он накануне прибыл в город Добрыж своим бывшим сослуживцем. В ночное время, заблудившись, вышел на реку Ипуть. При этом раз в пять проваливался. В пятый раз он уже был не в состоянии самостоятельно выбраться из воды и стал звать на помощь. Ехал страховать новый автомобиль и не успел. Накануне обладатель новенькой «Ауди» поставил машину на учёт в ГАИ, а сегодня планировал оформить «Каско». Но дорогу в страховую компанию ему преградила женщина на «Рено Дастер». Авария произошла на пересечении улиц Советский и Тельмана. Водители и пассажиры обоих автомобилей не пострадали. Машины же получили значительные повреждения. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилёв. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В женском чемпионате Беларуси по гандболу состоялись матчи очередного тура. Из сюрпризов только поражение городничанки, занимающей третью строку в турнирной таблице в поединке с аутсайдером «РГОР» БНТУ-2. 31-34. Все остальные результаты ожидаемы. БНТУ «Белаз» без проблем на выезде разобрался с Бобруйской Березиной. 42-23. Гомель также в гостях переграл Викторию Бересте. 47-28. Десятью заброшенными мячами в этой встрече отметилась линейная гомельская команда Елена Акбаба. В турнирной таблице Гомель по-прежнему на второй позиции лидирует БНТУ. Команда Гомельского областного центра Олимпийского резерва по легкой атлетике стала победителем республиканской спартакиады детско-юношеских спортивных школ среди юношей и девушек 2004-2002 годов рождения. Состязания проходили в Гомеле. Домашняя арена оказалась счастливой для гомельчан. В заключительный соревновательный день атлеты нашего региона пополнили свой медальный запас. Александр Червонцев с личным рекордом победил в забеге на 60 метров с барьерами. У девушек в этой же дисциплине быстрее всех была Елизавета Подосинова. Бронза у Александры Бондаревой. Дважды победительницей спартакиады стала Марина Шинкевич. В ее активе лучшие секунды в забегах на дистанции 60 и 200 метров. Второе место на 200 метровке у еще одной спортсменки из Гомеля Алины Лучшевой. Четыре медали наши атлеты завоевали в секторе для прыжков с шестом. В состязаниях девушек две высшие ступени пьедестала заняли гомельчанки. Победила Кристина Концевенко. На второй позиции расположилась Елизавета Атрохова. У юношей в активе гомельчан серебро и бронза Дмитрий Марфушкин показал второй результат. Замкнул тройку сильнейших Дмитрий Саковский. Победил здесь брещанин Евгений Корунец. И еще одна награда добыта в многоборье. Максим Гавриков занял второе место. В командном зачете спартакиады первое место заняли атлеты Гомельского областного центра Олимпийского резерва по легкой атлетике. Гомельская из душер профсоюза в СОЖ финишировал на 16 месте. Ельская из душер на 19. Еще одна победа наших атлетов. Сборная Гомельской области выиграла общий зачет первенства Беларуси по дзюдо среди юношей и девушек 2001-2003 годов рождения. В личных состязаниях победителями первенства стали спортсмены Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств. Кирилл Раткевич и Валентина Трошко. Воспитанники из душер Гомельского района Захар Козел, Алина Постоловская и Ангелина Демковская. А также Мария Сидоренко из Светлогорска. Также в активе команды Гомельской области две серебряные награды и пять бронзовых. Юноши заняли первое командное место, девушки второе. Это позволило сборной Гомельской области выиграть общий зачет первенства. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok